Привет, я Аня и ты на канале Magic Family и сегодня я наконец-то, как и обещала, открываю новую рубрику Как понять питомца? Кстати, теперь в описании я всегда буду указывать хэштег рубрики, по которому вы сможете найти все видео из этой серии Это очень удобно Для чего вообще нужно понимать язык жестов собак, кошек и других животных? А их у меня очень много Кроме того, что это просто очень интересно Например, зачем кошка набрасывается на руку, когда вы ее гладите? Это еще и очень полезно, если вы будете знать значение жестов, мимики, языка тела своего животного Вы сможете намного лучше его понять Понять, что он хочет вам сказать, его состояние, его настроение А в будущем, со временем, даже предугадывать его действия Так что подписывайтесь на наш канал, если вы тут впервые У нас тут много всего интересного и поехали! И сегодня будет такое общее видео И мы с вами узнаем много интересного о питомцах, в том числе моих А потом я уже каждый раз буду делать целую серию роликов про разных животных и их язык Когда у меня появилась собака Миша, на тот момент она уже была взрослая И у нее были свои необычные привычки И я решила начать изучать язык жестов животных более подробно Чтобы как можно лучше понять ее Ведь у нее была вот такая странная привычка Миша постоянно отворачивалась от меня, поворачивая голову все время боком ко мне Зачем она это делала? И я узнала, что таким образом она всего лишь демонстрировала примирение Я такая хорошая, не ссорьтесь со мной Напишите в комментариях какой-нибудь интересный факт о том, как себя ведет ваш питомец Хошка или черепашка? У Эйвена и Софии, братика и сестрички, хвостиков нет И они по породе брак Поэтому, к сожалению, при помощи хвостиков они ничего сказать не могут А вот Юми и Миша часто используют свои хвосты, чтобы что-то показать другим животным или мне Есть такой стереотип, что если собака виляет хвостом, значит она хочет выразить свое дружелюбие Но все-таки это заблуждение, ведь все зависит от того, как она виляет хвостом Мы смотрим, собачка виляет хвостиком и говорим О, смотри, какая добрая собачка, она хочет с нами подружиться, она хорошая Но собаки также виляют хвостом еще и тогда, когда проявляют агрессию Просто выглядит это по-другому Когда собака виляет хвостом не от радости, а от агрессии, она поднимает хвост высоко и как бы покачивает им из стороны в сторону И это уже не дружелюбие Точно так же, как очень спокойная и хорошо к вам настроенная собака может вообще не вилять хвостом Своим хвостом собака может выразить множество состояний, испуг, уверенность, восторг, тревогу и другие И каждый вариант выглядит по-своему Я обязательно сделаю подробное видео о собаках и их языке Но не об этом языке Так что ставь лайк, если тебе тоже, как и мне, это интересно Все наши мальчики и котики очень любят запрыгивать на меня и мять лапами И этого не делает только наша кошка Блюз Оказывается, когда котик перебирает вот так вот лапами, например, и даже немножко выпускает коготки Это значит, что он всем доволен Коты и кошки мнут лапками тогда, когда у них все хорошо И они проявляют любовь, если делают это прямо на вас Если кот сидит у вас на коленях и слишком увлекается, расслабляется Он может даже выпустить когти и слегка впиваться в ваши коленки Кстати, кошка Блюз все-таки, видимо, меня недолюбливает Вот сейчас вы видите, как Юми прижала ушки Мы привыкли думать, что собаки прижимают уши только тогда, когда боятся Но некоторые не знают, что когда уши собаки отодвинуты немного назад и прижаты Это значит, что она хочет сказать вам Эй, я твой друг! Если же уши сильно полностью прижаты к голове, животное говорит О, я такой покорный, я тебя слушаюсь! А еще собака прижимает уши очень сильно и отодвигает сильно назад, когда выражает агрессию Просто к этому добавляется еще и мимикопасти, и это сразу заметно Или вот, например, наш пони-мастер Он очень часто отбивает так прям сильно высоко ногами Но при этом в досягаемости его копыт никогда никого нет И я не очень сильно разбираюсь в лошадях Я и сейчас-то только начала хорошенько эту информацию изучать Думала, что он очень сильно злится А оказывается, он играет и не хочет никого ударить Это такой веселый взбрыг, потому что если лошадь хочет ударить Она подходит так, чтобы точно попасть А вот мои хомячки Рики и Лаки Мальчик и девочка И я часто вижу, как кто-нибудь из них выпрямляется на задних лапках Слегка вытягивается вперед Носик поднимает кверху А передние лапки при этом опущены вниз До того, как я начала изучать язык животных И поведение, в том числе хомяков Я всегда думала, что это какая-то настороженность А оказывается, это всего лишь любопытство И кроме того, когда хомяк так делает Он говорит, что он чувствует себя в безопасности А как насчет языка попугаев? Сарак попугая, например, быстро пощелкивает языком оклюв Обычно у них это означает Я настроен дружелюбно, я вас не обижу А вот, например, когда наш новый попугай Кеша Поднимает перья на голове, демонстрируя свой красивый хохолок Как Аду так привлекает внимание противоположного пола Но так как у Кеши нет девочки, это говорит о другом Это значит, что он хочет сказать Это моя территория, не лезьте сюда Надо еще изучить поведение гонореек, осликов и других наших животных И это всего лишь одна сотая, тысячная часть всего того, что мы можем узнать О наших питомцах по их мимике, жестам и языку тела Это было вот такое вот первое общее ознакомительное видео в этой рубрике Дальше я буду делать отдельные ролики подробные про отдельных животных И рассказывать более подробно Например, в следующем видео из рубрики «Как понять питомца» я расскажу о языке тела и мимике собак Ну а какой части тела выбирайте вы Голосуйте в опросе под буковкой «Ай» или пишите в комментариях Хвост, уши, глаза, морда, шерсть и тело в общем Подписывайтесь на мои каналы и скоро увидимся в новых роликах Пока! Идеальная дрессировка, все знают, что значит слово «пока» Пока это конец Да! Субтитры сделал DimaTorzok